Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешим. Мы записываем деяния апостолов с толкованием, попросили, потому что, говорит, не все считают. А сейчас даже показывал текст, и вот Владимир Александрович Пащенко начитывает. Откуда у нас? Это вышло издание у нас, трехтомник. Сюда заложи, вот, показать. Это лучшее издание за все время, не за два года, а за две тысячи лет. Вот, ой, как вы рекламируете. Ну, я показываю. Посмотрите, как оно издало. Полное толкование с откровением не выходило за две тысячи лет. Нигде. А это в одном комплекте. Вот, а по всем святым отцам. Фефилак, кто еще добавляется из разных святых отцов, там, из Иоанна Кронштадтского, кто где говорил. И, кроме того, 297 комментариев. Вот оно как выглядит. Это трехтомник. Каждая книга 752 страницы. И мы сами раскрасили Густава Даре. Вот. 230 картин и 10 классики еще. В полный лист, без обреза. С надписью, какое место. Видите, как, закладкой. Вот она, закладочка. Кроме того, где места в Писании говорится о необходимости проповеди. Вот, выделено жирным, чтобы сразу найти. И 297 комментариев на эту тему. Здесь же еще взяты кое-что добавки. Ну, другие. Каждый том. Первый том, это четверо Евангелия. Дальше по порядку идет с откровением. Вошло точно страница в страницу. Это вообще удивительное дело. Кругление корешка какое. Спрашивают, есть ли нет книги? Еще есть. Кераш-то маленький. Тысячу было издано. Это второе издание. Тысяча. Более 600 только по городам развезли бесплатно в библиотеке. И так сколько раздали. У меня 9 десятых уходит бесплатно. Ну, а это за деньги. Стоимость трех томов, это 3000 рублей плюс пересылка. Все, пошли. Деяние 2 глава с 37 по 40 стих. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам. Что нам делать, мужи и братья? Петр же сказал им. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Вот остановиться только это. Сегодня спрашивают, а что делать? Как родиться свыше? Это и рождение свыше заключается. Три этапа. Первое, покаяться. Покаяться не просто так, а ты окончательно приговоренный к смерти. Вот православных этого нет. Не понимают. Ты погибший. А как так? Ну, Бог же прощает. У меня есть и наработка такая. Бог никогда никому ничего не прощает за так. При грешении за так. Ну, протянул руку Адам к Еве. Ева сорвала, дала ему. Что тут особенного-то? Ну, да как наказание? Ну, как выпорол их, говорит. Да выиграл бы. Нет, не так. Умерло уже 100 миллиардов. Ну, Гитлера простят за 50 миллионов. А это миллиардов, миллиардов. Думайтесь в эту цифру. И все это в Адаме все умирают. Писание говорит, а во Христе живут. А почему не может? Возьметь здесь за грех смерть. Римлян 6.23. Смерть. У православных нет. Я пойду, батюшки, сдам грехи. Никуда ты их не сдашь. Они никуда не денутся. Кто-то должен ответить за грехи. Кто? Так это юридический подход католический. Именно так и надо. Писание об этом говорит. Причем тут католический? Павел был католик, разве? Ян Богослов католик был. Писание об этом говорит. Мы все были проданы греху. Он нас выкупил. Возмездие за грех смерть. Другой платы нет. Не так, что эпитемия, а что-то... Эпитемия только для вразумления. Без пролития крови нет прощения грехов. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Кровь Иисуса Христа ощущает нас от всякого греха. Евангелие от Иоанна, 1, 29. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Посмотрите в Москве, в Третьяковской галерее. Специально комната одна выделена, картине Иванова. Явление Христа народу. Агнец Божий, ягненок, который берет на себя грех мира. Он берет. А зачем? По-другому нельзя. Это Божье свойство. Не то, что Бог захотел. Это Божье свойство. Да он же всемогущий. Всемогущий. Но есть то, где Бог не может сделать. Как не может? Ну, написано, Бог не может отречься сам себя. Самого себя. Бог не может солгать. Ну, не может. И это не его свойство. Вот как надо рассуждать. И покайся, значит, окончательно погибший. Выхода никакого нет. Хоть самые праведные согрешили до единого. Все лишены славы у Божьей. Все до единого. И для этого явился Сын Божий. У всех разный подход ко Христу. Кто откуда пришел. Кто от кришнаитов. Кто от коммунистов. На Голгофу путь разный. А дальше один. А почему? Следуй за мной. Отвергнись себя от своих мыслей. Отвергнись. Дальше возьми крест. Там Христос даст тебе крест. И следуй за ним. Не ропщи на свою долю. И не думай его обрезать крест. Иначе там пропасть будет переходить. И тебе некуда будет положить. Перейти-то надо будет. Как рисует. Образно сказать. Покайтесь. И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И да погрузится. Крестится-погрузится. Сегодня в православии идет стопроцентный обман. Ладошкой по голове. Или кисточкой по католически. Это ужас один. Умерли люди некрещенные. В крещении прощаются грехи. Во имя Иисуса Христа. Значит во имя веры в Него. С произнесением слов во имя Отца и Сына и Святого Духа. Руками законного священника. Имеющего рукоположение от епископов. По непрерывной хератонии от апостольских. Сектанты и протестанты не имеют этого. Они не имеют освящающей благодати. Поэтому такие упорные. Попробуй ягомиста. Это свидетель Леговы. Струйте с места. Уперся. Ему доказываешь. Мы имеем жертвенника, от которого могут питаться. Не могут питаться служители Ветхого Завета. А только мы где у вас жертвенник-то? Где питаетесь-то? Они ничего не понимают. И вот апостол Петр им говорит. И получите дар Святого Духа. А где? В крещении. И когда выходил Господь из воды, и сошел Дух Святой. Три момента. Отвергнись в себя, возьми крест, следуй за мной. Покайся. Дальше говорит. Чтобы уверовал во Христа, вера во Христа. И принятие Духа Святого. Крещение Духом Святым. Пошли дальше. Ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами Он свидетельствовал и увещевал, говоря, Спасайтесь от рода сего разращенного. Толкование. Блаженого Филакта. Видишь, сколько благоснисхождения, и как она более, чем суровость, способна способна проникать в сердца людей и смещать их. Хотя блаженный Петр и напоминает им об этом месте, об их дерзновениях, но напоминает кротко, не прибавляя ничего оскорбительного для них. устыдились благоснисхождения Петрова, то есть того, что с ними, предавшими смерти самого Господа, поднимавшими руки на них самих и желавшими истребить апостолов. Петр говорил с заботливостью, как отец и учитель. Кого прежде называли обманщиками, теперь называют теперь тех, теперь тех называют теперь братьями, и при этом не дерзает употреблять этого названия при лицом тех, кого так называют. Но желают заявить через это слово любовь. Слово, не слово, а свою любовь. Что-то ты спотыкаешься много. Но желают заявить через эту свою любовь и то, как сильно иудеи стали расположены к апостолам. Поэтому, как показывает начало речи Петровой, и сами апостолы называли их этим именем. Хотя вопрос был предложен всем апостолам, однако, снова отвечает Петр, так как сами апостолы предпочитали его уста. Матфея 28, глава 19 стих. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, потому что Церковь мыслит Святую Троицу нераздельную. Так что, вследствие единства трех ипостасей по существу, крещаемый во имя Христа крещается в Троицу, так как Отец и Сын и Святой Дух нераздельны по существу. Если бы имя Отца было не Бог, и имя Сына не Бог, и имя Святого Духа не Бог, то следовало бы сказать во имя Бога и Иисуса Христа. Или даже просто только Сына. Но он, Петр, говорит во имя Иисуса Христа, зная, что имя Иисуса есть Бог, равно, как и имя Отца, и имя Святого Духа. И получите дар Святого Духа. Заметь, он показал, что дар Христов и дар Святого Духа один и тот же дар, так как одно и то же и достоинство их. Беседуя, выше он назвал этот дар обетования. Дар ценнее, когда благо переходит и к наследникам. Если же этот дар для дальних, то тем более для вас, близких. Обратите внимание на то, когда указал иудеям на призвание язычников, сказав и дальним. Когда? Тогда, когда нашел их умилитившимися и познавшими себя. Когда душа осуждает себя саму, тогда она уже не может завидовать. Деяние 2 глава с 41 по 47 стих. Итак, охотно принявшие слово его крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Божий страх на всякой душе и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и в простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Ну вот здесь начинает, вот ежедневно причащались, принимали пищу, преломляли. Преломление это не означает причащение, никак. А там у них в виде лепешки лаваша он и преломлял и показывали. С чего это взяли, что это причащие? Нигде об этом даже не написано. А вот чаще причащайся. Я не верю, что это от Бога. Потому что абсолютно неприготовленные люди. Я в жизни еще не встретил человека, который бы готовился, боялся, а просто так согрешил скорее причащаться. То есть он уже приговоренный. Многие недостойно причащаются. Больные немало умирают. И ничего нельзя сделать. И куда кто завел туда? Священники. Придумали чаще исповедствовать, чаще причащаться. А почему? А у него причащие, у него больше ничего нет. А образ жизни показать не могут. Проповеди нету. Проповеди надо готовиться. А так, что чашу поднял, подал, больше ничего не надо. А обман это новая религия. Чаще исповедствуйся, чаще причащайся. Да хоть каждый день причащайся. Если ты ненавистный такой, мстительный, преследуешь ближнего, ну и подряд все заповеди нарушаются. А то мы с товарищем пьем, гуляем, блудим, блудим. Пошли к батюшке, но он исповедовал нас, говорит, мы сразу причастились. А их надо отлучать минимум как 7 лет, 15 лет. Ну как, до пятой этой недели пили, блудили, блудили и опять причастились. Мне сведения идут. Притом сами люди говорят, ну я чувствую, что мне все хуже и хуже делается. Как вот делается, совершенно помешанно. Как будто бы психиатрическую больницу кто-то двери сломал и выпустил их сюда. А они в попы полезли. Поехали. Здесь толкование. Здесь исполнение пророчества, в котором говорится. Исаев 66 глава 8 стих. Кто слыхал такое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как сион? Едва начал родами мучиться, родил сынов своих. То есть этого не может быть. А севреями может быть. Страна в один день. Герцель там об этом заботился. Все. Со всех сторон поплыли и опять собрались. Вот богоизбранность народа. Он из пепла восстает обратно. Они там шульха нарух против нас не касаются. Обетование Божие остается в силе. Они остаются богоизбранным народом. И через них сейчас мы все остальные будем ловить эти события. Где если искрит там в Израиле? Это на весь мир идут искры. Так как Петр был преисполнен обильную благодатью и открывал обетование и будущее, то очень естественно, что они были объяты страхом. Тем более, что свои слова он подтверждал и совершаемые чудесами и знамениями. Как при Христе прежде знамения, потом учения, потом чудеса, так и теперь. апостолы поступали не так, как у еленов мудрецы, из которых одни оставили свои поля, другие побросали в море много золота. Но это было не презрение богатства, а глупость и безумие. А такого безумия, как раз у православных и полно и было. Что интересно, вот осуждает других, будучи сами в этом виновны. А как? Ну все, выбросил и пошел. Или пьяниц образдали, это все равно что в море утопить. Дьявол постарался очернить творение Божие. А если бы этого не было, там бы не принимали такие каноны. Стали бросать семьи, уходить в монашество, детей бросать, жен, и тогда правило за правило подклятывая, то есть проклятый, проклятый. Собор проклял все это. Ну смотрите, Анкирский, Гангский собор дальше. Благоразумно пользоваться богатством не пустая вещь. Не один день, или два, или три, но ежедневно единодушно, как бы в одной душе. Замечай, уверовавшие иудеи ничего другого не делали, как только постоянно пребывали в храме, так как став внимательно к истинной вере, они исполнились большего благоговения и к этому священному месту. И апостолы не отвлекали их оттуда, чтобы не повредить им. Дом священный, разумеет, и теперь, потому что ели они в этом доме. Таким образом, по вере они и самую жизнь свою изменяли к лучшему. А каким же образом они имели благодать у всех людей? Своими действиями, милостынью и чистотою обращения. Священники по ненависти и зависти отступили от них и нападали на них, но у народа они имели благодать. Деяние третья голова с первого по седьмой стих. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись с него, сказали взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. И взяв его за правую руку поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. Толкование. И эти два апостола всюду являются имеющими большое единодушие. А восходили в святилище зачем? Уже они жили еще по-иудейски? Этого быть не могло. Они поступали так, приспособляясь к народу и считая это делом полезным. Смотри, как постоянно пребывали они на молитве и в девятом часу молились вместе. Как же не называют он имени Хромова? Это потому, что апостолы и не знали его имени. Так а человек этот вовсе был неизвестен им. А это быть может потому, чтобы не показалось, что они делают исцеление в знак признательности, благодарности и по пристрастию. И чтобы никто даже из самих самых наглых людей не мог подозревать их в обмане. Подозревать будто из благодарности к апостолам некоторые из них знакомых придумывали исцеление, которые будто бы совершены были над ними самими. Но как они не узнали имени Хромова после его исцеления? Как не узнали? Да. Как выражение? Давай. Но как они не узнали имени Хромова после его исцеления? Это потому, что у них не было времени заниматься тем, что не приносит никакой пользы. Вот здесь я скажу. А имя Малха воина вообще никакого отношения Малха меня даже священник пишет зачем он имя его когда никакой роли не играет. А женщина которая воскликнула блаженнощева тебя носившая вообще ее нигде нету. Не знаем толкование не знаю а мне кажется дальше есть такое мнение вот а он говорит а мне кажется то есть его личное мнение Филак то какое? А мне кажется что и многие не знали имени этого человека и называли его по характеру его болезни просто хромым потому что болезнь его была так замечательна и так известна что когда кто слышал упоминание о хромом то несмотря на то что может быть может были и другие хромые тотчас воображал этого хромого но откуда они знали что он хром очерел матери из всеобщей молвы по общему от того всех свидетельству так как его все знали вследствие постоянного пребывания его при храме почему его не приводили для исцеления ко Христу быть может некоторые из усердных посетителей храма не верили в исцеление Христовы они не подвели его и к апостолам несмотря на то что видели как они входили и конечно знали какие чудеса они совершали Иоанн всюду молчит а Петр говорит из-за него так поступал и Христос исцеляя больных часто одним словом а часто когда окружаем был людьми очень немощными по вере и прикосновения чтобы не показалось что совершившееся исцеление произошло само собою деяние 3 глава с 8 по 10 стих и вскочев встал и начал ходить и вошел и вошел с ними в храм ходя и скача и хваля Бога и весь народ видел его входящим и хвалящим Бога и узнали его что это был тот который сидел у красных дверей храма для милостыни и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним толкование ходя и скача то есть испытывая себя и как можно более удостоверяясь действительно ли стал здоров так как исцеление было необычайно и сверх ожидания то естественно было и самому ему сомневаться относительно себя же самого а иные говорят что он и не умел ходить поэтому и передвигал ногами как бы прискакивая по своему же расположению и по своей восторженной любви к апостолам Петру и Иоанну а может быть и почувствовал благодарности к ним или желание доставить им больше удовольствия он не отлучался от них что же касается того что чудо совершилось в храме так это для большей пользы и спасительности деяния 3 глава с 11 по 16 стих и как исцеленный храмой не отходил от Петра и Иоанна то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор называемый Соломонов увидев это Петр сказал народу мужи израильские что удивитесь ему или что смотрите на нас как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то что он ходит Бог Бог Авраама и Сарака и Якова Бог отцов наших прославил сына своего Иисуса которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата когда он полагал освободить его но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека убийцу а начальника жизни убили всего Бог воскресил из мертвых чему мы свидетели и ради веры во имя его имя его укрепило сего которого вы видите и знаете и вера которая от него даровала ему исцеление сие перед всеми вами толкования он боялся отставать от них так как думал что он до тех пор будет свободен от своего недуга пока будет держаться и касаться их в особенности же думал так потому что и Петр исцелил его взяв за руку и воздвигнув его а в притворе случилось это потому что один только этот притвор остался от здания Соломонова так как науходоносор разрушил храм Соломонов и возобновил его Кир Персидский первого храма не было это второе уже эта речь к народу исполнена большего дерзновения чем прежняя не потому что в прежней он боялся говорить смело но потому что тогда иудеи как люди лукавившие и дерзкие не могли еще вынести такого тона смотри как он уклоняется говорить о славе самих апостолов потому что ничто так не полезно для слушателей как то чтобы говорящий не только не говорил бы ничего о своем величии но запрещал бы и всякому другому говорить об этом итак презрев славу какой могли достигнуть у людей апостолы еще более прославили себя показав людям что то что случилось было делом не человеческим но божеским делать же это более из желания подействовать на них и последнее достигалось тем более чем более он обнаружил их виновность два обвинения на иудеев одно состоит в том что Пилат родом Елен человек не видевший ни одного знамения и не знавший ни одного из пророков хотел отпустить Иисуса а другое в том что вы по происхождению иудеи народ воспитанный среди знамений и посвященный в пророчество о Христе вы не хотели отпустить его тогда как хотел этого Пилат сказав же что вместо Христа иудеи и спросили разбойника Петр объяснил дело вполне потому что этим доказывается что они имели возможность отпустить его если уж они отпустили разбойника то тем более могли отпустить мужа неповинного а они освободили злодея и убили благодетеля так как убили начальника жизни если же он начальник жизни то как имеющий жизнь в себе самом и как виновник жизни он воскресил себя сам более не прибегает уже к пророчеству но так как ему уже доверяли то приводят свидетелей лик апостолов еще прежде чем он уверовал имя Христово быв призвано уже утвердило его такую великую имеет она силу и столько источает благодатных даров Евангелие от Иоанна 17 глава 3 стих сия же есть жизнь вечная да знаю тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа чтобы не сказал кто-нибудь если таким образом одно призвание имени его укрепило храмово то исцеление не менее скоро последует хотя бы и неверный призвал имя его и хотя бы признал призвал это имя для исцеления человека так же неверующего и так чтобы не сказал кто-нибудь этого Петр прибавил хотя велико и страшно имя это и хотя оно источает исцеление но для этого нужно чтобы души исцеляемых были достойны такой милости и чтобы молитвенники предстательствующие за них были способны умилостивить дарователя исцеления потому что если испрашивающие исцеления намерен оставаться неверным то исцеление ни в каком случае не последует так легко и имя это никак не сделает своего дела если призываются неверными сыны скевы не только другим не принесли пользы но и себе повредили деяния 3 глава 17 по 18 стих впрочем я знаю братья что вы как и начальники ваши сделали это по невидению бог же как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать христу так и исполнил толкование так как сильно укорил иудеев то снова смягчает речь свою чтобы дать им возможность одуматься и оправдание их соизволил выставить два обстоятельства одно их незнание другое то что все сказано им было возвещено прежде но так но как же Петр не приводит об его и Иисуса распятие свидетельства из Писания прямого же свидетельства не приводят потому что вместе с объявлением иудеев обвинений и наказания высказаны им и все свидетельства Исаи 53 глава 9 стих ему назначили гроб со злодеями но он погребен у богатого потому что не сделал греха и не было лжи в устах его а в утешении их говорится что они сделали это по неведению одного только Петр не говорил им именно неразумные это были пустые слова потому что если так должно было быть и если все пророки свидетельствуют об этом то очевидно что распятие случилось не по бессилию Христову а скорее по неизреченному могуществу и при многом власти и бесконечному человеколюбию все сразу снимай вверху надпись держи сейчас дальше он будет другой высчитать надо наложить какую-то кашу у нас ничего нет к нему ромашей точно ладно получаем дошло 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 дошло